всем привет и дальше мы поговорим про воротник воротник это первая деталь мужском костюме который меня научили мои мною очень уважаемые итальянские коллеги это первая деталь мужского пиджака на которую меня взяли попробовать то есть мне предложили начать с воротника и я так начал свое знакомство с индивидуальным пошивом то что сегодня мы все называем беспок здесь у нас накидание воротник тот который я обычно сам делаю но начинал я в нью-йорке с воротников который по английски называется сэндвич то есть сэндвич это когда у вас нижний воротник сначала соединяется с верхним а потом он вметывается и втачивается определенным способом втачивается в раскеп вметывается в горловину сэндвич я уже давным-давно не делаю я делаю классический воротник который делается у нас на индивидуальный пошив давайте посмотрим предварительном обзоре я уже его касался и что мне здесь сразу не понравилось это то что в данном случае правая сторона обработана так как положено левая сторона немножко имеет изгиб и сейчас я этого касаться не буду давайте просто разберем наш воротник с изнанки у нас felt или фильс как некоторые называют и мы давайте снимем верхний воротник сначала он обрабатывается здесь у кита на классическим способом так как делаем мы то есть накрывается воротник сейчас я в дальнейшем это поясню и вот эта часть она сюда отворачивается для чего нужна вот это вот у нас часть которая у нас идет внутрь ну во первых у кита на здесь конечно же этого нету на стандартном назовем это так беспок воротнике тут присутствует у нас средний шов и этот шов нам позволяет воротник этот нам расшивать это первый случай то есть длина воротника у нас тут спрятано еще бывают варианты когда нам нужно например из плеча вынуть немножечко баланс соответственно если у вас уже здесь есть воротник то вы за счет за счет длины верхнего воротника вот этого припуска вы всегда можете добавить убавить вот для этого у нас здесь и остаются эти припуски и они здесь у нас ну два с половиной три сантиметра мы точно так же делаем давайте его начнем разбирать конец обычно крестиком здесь запечатан потому что чтобы у нас этот край не высыпался мы именно этот конец мы его не подгибаем я уже вижу что здесь есть какие-то прокладки и мне интересно посмотреть что у нас будет сейчас внутри мы так не делаем мы не ставим прокладку раскеп у нас вручную но я буду его подрезать не ориентируясь на то что можем мы какие-то дефекты здесь организовать ну подшит он ну скажем так если пятерку берем то на на троечку то есть вот здесь у меня видно что я вот открываю и у меня видно изнанку этого быть не должно когда подшивается воротник стойка как я уже упоминал здесь цельнокроеные у нас вот смотрите да и один из вариантов это когда подкладкой стойка у нас накрывается и как я уже упоминал в обзоре предварительно вешалка пришита криво вот смотрите все здесь вот так будет понятней до видим она абсолютно не соответствует ни верху не низу нашей подкладки это пришил китон здесь никто ничего не переделывал я сразу вижу что воротником никто не занимался воротник у нас оригинальный как шел из нашего производства вешалка я не знаю что там с каким-то шнуров внутри но я не буду ее разбирать я ее обычно делаю чуть шире то есть она у меня ну в районе сантиметра ну где-то 0808 не вру не сантиметр а так здесь у них она 05 но мы делаем где-то 0708 она так более деликатные что лет какой-то шнурок непонятно от чего и еще такой момент мы ее делаем конечно же шире тут она ну ну ребят честно ни о чем ее надо делать я уж не помню сколько моя делает ручница но я ее делаю так два дюйма 5 ну сантиметров 6 мы примерно ее точно делаем здесь у них сантиметров четыре с половиной сантиметра ну вот шесть это то что ну доктор прописал я бы так это сказал сразу пока воротник не разобрали можем взглянуть на подкладку смотрите кому интересно здесь у нас присутствует складка на наши лопатки я не делаю ее у меня здесь хорошая посадка есть они делают принципе ну как кому интересно можете взять себе за как бы за способ обработки тут вначале я почему пошел с подкладки потому что буду вынимать сейчас по нашей стойке здесь у нас уже на машинке кто-то что-то делал это наши как я сказал франшиза которая правила этот пиджак они до половины вот мы здесь можем наблюдать вот до сюда они открывали примерно вернее до этой поры да и отсюда пошли уже на машинке я не понимаю почему на машинке потому что я бы всю технологию восстановил как есть мы когда берем ваши костюмы дорогие в работу если я обращаюсь к клиентам нашим да то мы обязательно все делаем с сохранением как я называю это технологии той который производитель заложил я сейчас открою до этой стороны что у нас здесь но стойка как стойка оставили на нитке кита нам тут они не нужны были ткань очень тонкая деликатная я не знаю здесь какой супер но по моим предположением здесь не меньше 160 скорее всего здесь супер 180 ткань очень хорошая мне она очень нравится но вот это сочетание розового с бежевым и все это просвечивать не моё в обзоре уже нам комментировали людям тоже не очень это зашло понравилось так стойка смотрите воротник как обрабатывается накрывается верхний воротник сейчас я покажу дальше да и сюда выводится вот эта изнаночная часть мы делаем чуть поуже здесь у них широко но мне все нравится здесь то есть у меня вопросов здесь кита ну абсолютно никаких нет единственное что тут воротник подгибается уходит на вот эту изнаночную часть и я здесь тоже подгибаю то есть вот у нас борт идет я здесь тоже подгибаю то есть вот сейчас я покажу мне в такой обработке нравится когда вот эта сторона тоже вот вот так вот подогнута красиво очень и воротник тогда стык также идет как у нас идет в раскепе вот такая обработка мне нравится больше они ставят вот в этом месте рассечку и подгибает только раскеп чуть-чуть пряча его внутрь они чуть-чуть экономят но такую технологию я тоже использую но на других воротниках на тех где у меня накрытие идет подкладка у меня идет под воротник но я сейчас схематично могу показать отдельно у меня все это в мастер-классах будет тут воротник нижняя его часть надсечен правильно надсечен и подшит к подшит к нашему верху ткани верха нашего но в данном случае он подшит в уровень нашей нашей вот этой стойки то есть сюда они не выходят вот на уровне стойки они аккуратно подшили у них все спряталось здесь я с ними абсолютно во всем согласен воротник такой обрабатывается несложно но единственное да нужно показать последовательность то есть мои коллеги некоторые меня меня спрашивали я показывал ответ был примерно такой и все ну я тоже сказал да ну ребят и все обычно мне говорят о я чуя раньше или сам так не догадался догадаться когда у тебя здесь нету этих намёточных строчек очень сложно пока мастер не покажет пока мастер не научит вы этому не научитесь здесь нужно где-то тянуть где-то оттянуть где-то посадить поэтому в готовом изделии это то что я называю в шутку карга культ когда наши многие портные берут изделия пытаются имитировать все что есть но поверьте мне здесь как минимум отсутствует на 78 строчек предварительных и отсутствует оттяжка с утюжка то есть много этапов которые здесь сейчас вы не наблюдаете в готовой вещи поэтому поэтому я это все называю карга культ вы видите воротник но как он сюда вставлялся вы не знаете и не видите я сейчас скажу почему здесь эта прокладка с кита нам я здесь абсолютно согласен сейчас я его выну и покажу и объясню смотрите перед тем как я разберу я скажу так смотрите что вот эта белая прокладка для чего она здесь нужно как правило ее сюда не ставят здесь она для чего для потому что у нас зачем она здесь появилась у нас льняная вот эта часть под воротника она темная и поэтому они побоялись они побоялись что она будет раз просвечивать также как просвечивает наша подкладка поэтому они сдублировали в этом месте с сейчас я покажу открою кусочек они сдублировали то есть они побоялись что будет разные оттеночность и я Я так подозреваю, что она у них, скорее всего, даже могла появиться сразу, и они могли это переделывать. Как правило, так уж устроен портновский наш мир. Мы сначала делаем, потом берем, вот видите, да, разница. То есть, вот, я не знаю, передаст камера или нет. Вот эта часть, она темнее, чем у нас лацком. И чем у нас, например, вот эта часть воротника, где эту прокладку я сейчас отгибаю. Поэтому они прокладывают белой вот такой тканью. То есть, по сути, здесь на двух воротниках это все сделано. Это, конечно, мягко сказать, геморройно, но они молодцы. Они не то, что исправили, они сделали так, чтобы у клиента воротник не имел вот этой темной части. Единственный вопрос у меня к Китону. Лен, опять, как с пуговицами. Единственный у меня вопрос к самому Китону, что они могли бы, конечно, найти лен. Ну, в данном случае я просто то, что у меня под рукой оказалось, показываю. То есть, можно льняную эту прокладку найти более светлых тонов. И они бы могли, конечно, заморочиться. Но никто не стал этого делать. Просто накрыли и побежали дальше. Вот эта льняная прокладка для воротника, она бывает и прям осветленная, хорошая, светлая. По-моему, даже она есть белая. Насколько я себе могу это представить, как белая, как наш вот этот вот так называемый калинкор. Могли бы уж и найти. У меня, в этом плане, конечно, для меня все это загадки. Но, загадки загадками, но на производстве никто не будет бегать, прыгать специально ради одного изделия, бежать в магазин, в отличие от индивидуального пошива. Но у меня вопрос к большому производству с историей, почему у вас нету в наличии на все случаи жизни. У вас же не один единственный костюм, который светлый заказывается. Шьются и белые изделия. Ну, представьте, сейчас белый был бы пиджак с такой вот прокладкой. Я пытаюсь сейчас вспомнить, как мы делали в Нью-Йорке. И я вспоминаю, что у нас в Нью-Йорке была белого цвета. Это 100%. Поэтому не знаю. Тут у меня вопрос без ответов от этой компании. Что они здесь еще сделали? Смотрите, вот эта белая часть, для того, чтобы она не перекашивалась, она подшита невидимым таким вот стежком. Ну, вот это, по сути, вот кто говорит про вспушку, вспушка, миллион раз я это слышу. Ребят, вспушка это вот это. Вот эта строчка, эта вспушка. А вот это у нас ручная отделочная строчка. Еще раз, вспушка. Это слово у нас приходит из наших меховых изделий. Вот это в меховых изделиях, когда прокладку на мех где-то закрепляют, называют вспушкой. Это должно быть всю дорогу ручная отделочная строчка. Кто-то когда-то сказал и понеслось. Разберу полностью сейчас воротник. И посмотрим на его форму. Так, я вынул наш воротник верхний, нижний, вернее нижняя прокладка. Не нижний, а прокладку я сейчас отделю полностью. Я просто пока не утюжу, чтобы вам показать, как это мы обрабатываем. Хотя бы так, схематично. Ну, во-первых, мне не нравится, что тут они вставляли между деталями. Я точно так же делаю, но здесь отсутствует очень полезная вспомогательная строчка. Смотрите, если вы делаете такие воротники, вот смотрите, вот у нас есть наш нижний воротник. Вы его так вметали. Вы планируете сюда его накрывать верхним воротником. И у вас есть вот этот припуск, который вы должны, по идее, спрятать между вот этими слоями нашими. А, они здесь просто варварски их открыли. Я думал, оно у нас здесь держится. Вот между слоями вот этот наш припуск прячется, потом здесь подшивается. Сейчас я покажу, как. Вот так вот между слоями у нас подшивается. Смотрите, вот воротник внутрь, фельдс у нас поверх. И мы огибаем наш вот этот осноровленный край. Кто-то из коллег, я знаю, не делает этого, а просто на фельдс вот так кладет, здесь делает крестиком. Это самая ужасная технология, которую я видел. Я прошу прощения за то, что я критикую своих коллег. Но, ребят, так не делайте. Вы сразу обесцениваете наш портновский труд. Когда вы воротник не прячете между деталями. То есть между вот этим фельдсом и вот этой льняной нашей прокладой. Что мне здесь еще не нравится? Для того, чтобы удобно было вот это сделать, я сейчас покажу, как это правильно. Но что мне здесь еще не нравится? После осноровки воротника поставили вот здесь рассечку. Я так понимаю, что у нас где-то она должна быть вот здесь еще. То есть это в районе, где у нас плечо, ставится рассечка. Ну, это неправильно. На такой тонкой ткани вот это вот могло бы вылезать. Я не знаю, вы, ну, как мы видели это или нет. Сейчас уже я не буду этого делать. Но это неправильно. Никогда не режьте верхнюю, вернее, никогда не режьте вот эту льняную свою прокладку. Я сейчас покажу способ, которым пользуюсь я и которым мы пользуемся в Нью-Йорке. И он очень удобен. И я знаю, что многие итальянские производители игнорируют этот момент. Но зря. Сейчас я схожу на машинку и покажу вам. И вот теперь пару слов, чтобы я здесь совершенствовал и как мы это делаем. Когда у нас простеган воротник весь, ну, я не упомянул, что он здесь стеган на машинке. Здесь можно руками на машинке. Фабрично обычно делается на машинке. И у вас вот эта вся часть, она обычно простегана, соединена. И для того, чтобы нам заправить наш верхний воротник между слоев, мы делаем, я сейчас сделал контрастно, специально, чтобы вы видели. Мы делаем где-то на сантиметра, так, сантиметра и три миллиметра тире полтора. Мы делаем такую вспомогательную строчку, которая нам позволяет вот так вот ножницами войти между деталей. И я обычно беру, и вот то, что у меня здесь, вот эта стежка присутствует, я ее вот так ножницами между деталей вот так подрезаю. И вот эта строчка, это у нас ограничитель. То есть, чтобы мы ножницами не пошли уже на ширину всего нашего воротника. Видите, да? Очень удобно. И еще раз говорю, что это я специально сделал просто контрастно. А вообще она делается в цвет, ее не видно. С этой стороны ее тоже не видно. Просто между деталями проходите ножницами, открываете, и потом у вас всегда легко есть ориентир, по которому вы внутрь заправляете ваш верхний воротник. Я сказал уже, что в основном никто не делает на производстве. Вынимаю сейчас нижний воротник, и мы закончим. Итак, мы воротник вынули. Ничего здесь для меня необычного я не вижу. Данная деталь обычно заготавливается по прямой, и здесь видим, что уже все осноровлено у нас. Этот воротник нижний, это был верхний воротник. Нижний воротник обычно заготавливается из рулонной. Она вот прям вот на рулоне вот так идет. Смотрите, многие в магазинах могли видеть. Вот на таком рулоне идет длинная-длинная льняная с фельдцем заготовка. И потом просто под каждый размер это все используется. Мы в своей работе, в свою очередь, используем, ну, здесь у меня плотное, вот такой лен. То есть кладем свой воротник специальным образом, то есть по косой. Это у нас косая здесь. Эта ткань специально вырезается, и у нее уже сразу, условно говоря, она вырезается по косой, стачивается, и там, где мы привыкли видеть долевую, это у нас косая для удобства. То есть видим, вот, да, и воротник выкладывается вот так вот. И сейчас я вам покажу то, что мы используем на подворотник, например. Мы, в свою очередь, используем вот такой вот мелтон. Это у нас сукно. И оно у нас идет в том виде, как мы привыкли видеть нашу ткань. И мы из сукна уже вырезаем по косой здесь нам нужные воротники. По центру стачивается. Здесь шва нет, и я считаю, что это большое упущение. Иногда нужно воротник немножко забрать, то есть буквально там 5 миллиметров. Иногда его приходится выпускать. Это очень редко, но бывают такие случаи. Поэтому, если здесь захотим выпускать, придется полностью весь воротник перекраивать. В нашем случае у нас по центру всегда есть шов, и мы можем воротник свой увеличивать, уменьшать. Это что касается индивидуального пошива. То есть фабрично этого сделать невозможно. Дальше я про воротник все рассказал. Дальше мы будем разбирать наши плечевые швы. А, еще забыл упомянуть. Я разобрал все-таки эту вешалку, и внутри какой-то шнур или тесьма стоит, как я и предполагал. Ничего здесь для меня интересного нет. Мы ее просто выкидываем. Дальше мы разберем наши плечевые швы, посмотрим их форму, и пойдем внутрь нашего пиджака. Плечевые накладки уже мы увидим, и бортовку. Но перед этим вынем, конечно же, наш правый рукав. Он сейчас нам будет мешать. Так, мы разобрали воротник. Ничего для меня сверхъестественного я не увидел. Все пояснил в видео. Если вам интересно, как этот воротник собирается, у нас будет отдельный мастер-класс полноценно про воротник от начала и до конца. Дальше мы можем теперь разобрать наши плечевые швы, посмотреть, что у нас внутри, и пойдем уже поэтапно внутрь нашего пиджака.